Вот мы здесь сделали сушку зерна, потому что места другого у нас не было. Получилось у нас вот такое вот место. Сушка зерна. На монастыре. Так, теперь мы собираем этот ящик. Вперед. Осторожно. Это космический вариант. А потому что там на двух простынях. Я тоже буду называть себя Сатанасием космический вариант. Так, теперь на вас. На вас, да? Осторожно. Нам надо вот встать. Нету сейчас. Так, нету. Частями. Да, частями. Так, осторожно. Как мы делали мицелий монастыря. Тут иконы такие красивые. Угу. Расписник. И чтоб сами не путь пошло. Так. Это сразу пустырку. Так, сюда. Во-первых, там. Терезь, вот сразу я тебе это не понял, сразу покажу. Запомни, что вот уже с этого этапа, после завалинок, уже сразу все делается, уже начинаем, ну, из вот этих грязных этапов начинаем уже чистить. То есть халат, ну, ясно, скажем, для этого зерна там мы не будем сейчас смотреть или одевать. Но мы уже ходили по улице, это все уже считается так... Да. Ну, типа грязный. Поэтому этот халат, который уже висит, там его делаем за дом, мы там пришли, в чем пришли, а халат одеваем на себя. И во время тренинга, мы будем закрывать список. Ну, это где он сейчас такой? Ну, он чистый, поэтому мы в этом кладем. И все. Оно там будет наклониться, его там... Чистый, там вообще надо будет наклониться. Да? Ага. Что список? Да. А? Есть. Есть. Так, дальше. Толер. Ага. Вы можете там, знаете, как от вас фотографировать и сделать распечаток по формату, например, на бумаге, сделать отпечаток на это и разрисовать. И будут у вас церковные, так. Вот так. Все будет, не будет времени. Это уже после обработки кристики, да? Ну да. Теперь смотрите, вот это. Показывайте, что там у вас. Это ВИПС имел 50 на 50, они у меня в пакетах, он стерилизован в духовке, это я рассказывал, это в духовке стерилизуется при 250 градусах, на 2 часа где-то включается, и обычно я ставлю ночью на таймер, оно само отключается, они к утру не остывают, я их вот перефасовываю, сколько, какой объем здесь? Это пол-литра, пол-литровая банка, но стерилизовать обязательно, потому что будет наносить инфекцию, банки, пол-литровая банка, я же объяснял, пол-литровая банка, крышка без резинки, железная крышка, вот эта, что закрывает, а потом сверху вот эта фольга, просто пол-литровая банка. Вот, я думаю, что на это количество, мы возьмем вот это пол-литровая банка, я не знаю, сколько идет на сколько? Значит, соотношения здесь нету, оно идет так, если мы сварили зерно у нас завлажное, то порошка будем давать больше, для того, что он делает, что называется буфер, он выравнивает влажность. Если пшеница переварена, то придется порошка давать много, если пшеница сухая, то порошка наоборот, нужно много не давать, а то она будет еще суше. Он же, ну как, прозарен, ну как это чувствуется все? Вот он объяснит, какая она должна быть, вот ему будем мешать, и вот посмотрим, достигли мы того, какая она должна быть, если нет, то от этого зависит, больше или меньше. Если порошок не надо, он будет закрашивать, это зерно будет закрашивать какой-то такой средний цвет. Вот мы по этому цвету так и будем судить. Показатель будет цвет? Ну, довольно-то будет. Решается вот просто, и уже зерно вообще стало вот такое рассыпчатое. То есть, вообще, для чего мелок гипс? Для того, чтобы зерно не склеилось между собой в пакетах. Комочков избежать, да? Да, на рост мицелия он абсолютно никак не влияет. Почему они взяли либо только гипс, либо только мелок, а именно в сочетании? Я не знаю. Так написано. Ну, в старых писаниях. Зачем-то что-то изобретать, что-то новое. Ну, что-то так написали. Ты почему-то гипс делал, я так. Вот. Ну, и в принципе, вот, все хорошо. То есть, показатель достаточно. И теперь, где мешок? Мешки. А мы взяли? Я сзади. И теперь, последняя, что нам осталось. Весистов. Там много будет весы. Сейчас. Встариваем это. Вот. И буду...